Проверили правовую грамотность. Ненецкий округ присоединился к всероссийской акции «Юридический диктант». Написать его можно было онлайн или, если технической возможности не было, на специально организованной площадке с соблюдением всех противоэпидемических норм. Я отвечу. Я первый раз на юридическом диктанте. Вячеслав Карипанов принять участие в юридическом диктанте решил впервые. До этого активный гражданин и общественник уже проходил подобные тесты по истории и географии. Теперь решил проверить свою правовую грамотность. Я не знаю вообще, какой у него режим, процедура какая. Поэтому, ну что, что в голове есть за накопленный жизненный опыт, то и буду, так сказать, отвечать или галочки ставить, или не знаю. Чтобы проверить себя, все ли я знаю, или все-таки я ничего не знаю. А может быть, что-то знаю. Юридический диктант в России пишут уже в пятый раз. Принять участие в акции могли все желающие в возрасте от 14 лет. За 60 минут тестируемым предлагалось ответить на 40 вопросов. В этом году диктант предполагал два уровня сложности – базовый и профессиональный. Вопросы разные. Есть вопросы на знание Конституции, есть вопросы на знание международного права. Есть сложные, есть, скажем так, есть вопросы, с которыми мы по жизни достаточно часто сталкиваемся, и информацию о них, правильный ответ мы знаем. Есть вопросы, с которыми по жизни мы не сталкиваемся, соответственно, в литературе мы их нигде не читаем, не обновляем. Поэтому с теми вопросами, конечно, возникают определенные сложности. Так, ну проходите, я вот начал только еще. Четвертый вопрос. Пока трудностей особых нет, но подумать надо. У вас есть юридическое образование? Нет, абсолютно нет. А почему решили принять участие? Потому что знать свои права и свободы – это важно для каждого гражданина страны нашей. Я не являюсь профессиональным юристом и по таким тонким интересовым вопросам консультируюсь с профессионалами. Здесь я исхожу из человеческой, ну из логики понимания тех процессов, в которых я сейчас работаю, где я оказался. Да, мне кажется, я не очень хорошо отвечаю на эти вопросы, но в то же время я чувствую, что я ориентируюсь хотя бы в отраслях, к которым эти вопросы относятся. Основная цель проведения диктанта – повышение мотивации к изучению права и получению объективной информации об уровне правовой грамотности населения России с учетом его возрастной и социальной структуры. Участие в акции в 2021 году приняли более 976 тысяч человек. По результатам теста каждый участник получит сертификат на свою электронную почту. Площадка организована у нас в округе одна, с соблюдением всех эпидемиологических требований. Нужно вам в первую очередь для повышения правовой грамотности населения. Во-вторых, проверить свой, тоже базовый уровень, если вы юрист. В этом году будет доступно два варианта – это базовый и профессиональный уровень. Можно его также будет пройти несколько раз, если кто-то захочет. Напомню, организаторами диктанта выступают Общероссийская общественная организация Ассоциация юристов России и Общероссийская общественная организация Деловая Россия при поддержке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования. Ольга Русул, Владислав Носкин, Телеканал «Север».